Волгоградские спортсмены Волгоградские спортсмены Главной изюминкой нового спортивного зала стал боксерский рим, в котором соблюдены все новые мировые стандарты, благодаря чему он подходит для проведения чемпионатов мира. Усилиями сотрудников ЦСКА появился этот замечательный боксерский зал. Мы, конечно же, верим, что именно в стенах этого нового боксерского зала будут коваться новые олимпийские победы. Нашему городу-герою они нужны как воздух. Ребята, я вам желаю всем удачи, тренируйтесь с отдачей, защищайте честь нашего города и честь нашей страны с достоинством и на спортивных аренах, и за его пределами. И, конечно же, я благодарю ЦСКА за эту замечательную новость, и то, что Волгоград теперь у нас действительно получит спортивный центр с достойным финансированием и административным ресурсом. Нам и дольше нужно. Спасибо огромное всем. Ура! Напомним, что зал был отремонтирован меньше, чем за год. Полноценную свою работу он начал 26 сентября. Свое мнение о детско-юношеском спортивном центре высказали известные боксеры. Зал будет способствовать не просто рождению новых чемпионов. Это еще один шаг в развитии российского бокса. В данном помещении, в данном спортивном зале будут проводиться регулярные спортивные мероприятия различного уровня, от первенства области, первенства города и, я думаю, до, конечно, чемпионатов России, где будет комплектоваться сборная команды Волгоградской области, представляющая интересы на международном ринге, на российском ринге. Бокс вообще важен, я считаю, для армии, так как бокс позволяет мальчикам стать настоящими мужчинами, воспитывать необходимые каждому мужчину счеты характера, силы воли, воли к победе, умение держать удар, умение вставать после тяжелых нокаутов и нокдаунов и дальше идти в бой. Поэтому бокс важен для армии и дополнительный боксерский зал очень важен для региона, для волгоградского бокса. И Волгоград, мы знаем, всегда ковал боксеров. Я думаю, что этот зал станет одной кузницей волгоградских боксеров, которых мы увидим на чемпионатах Южного федерального округа, на чемпионатах страны, мира, Европы и, дай бог, Олимпийских игр. Так, что касается этого зала, я считаю, что это начало, начало положено. И такие залы должны открываться в каждом регионе. И для нас по югу не хватает реально взять вот таких залов. Почему? Потому что именно это слияние ЦСКА с боксом, это меня очень сильно радует. В том, что сам бокс и воин – это близки по духу людей. То есть получается, что если же все это объединить, и обязательно со временем то, что мы на эту Олимпиаду как бы, да, не то что упустили, да, ну то есть у нас не получилось. То есть поиметь чемпиона, именно боксерского чемпиона. И в том числе, я считаю, с Волгограда были очень хорошие шансы. Максим Бабанин, который, ну, по злому року, как говорится, не завоевал путевку. Но я думаю, что новый четырехлетний цикл. Мы обязательно и думаю, что даже, возможно, с этого зала будет у нас действительно на юге чемпион. Именно боксерский чемпион. Желаем юным воспитанникам ЦСКА добиться максимального успеха в спорте. Ведь Волгоградская область всегда славилась выдающимися спортсменами. Кстати, в ближайшее время в регионе будут открыты еще несколько спортивных залов ЦСКА. Над выпуском работали Лилиана Мамотина, Нелли Крюченко, Павел Горбулев, информационное агентство «Новый день». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова